Почему Трамп хочет спрятать Америку за стеной? Вскоре после падения Берлинской стены в Восточной Европе возникли новые разграничительные линии. Новые границы разделили Чехию от Словакии, а затем, после большого кровопролития, новые государства-приемники бывшей Югославии. К концу 1990-х годов в небольших городах Чешской Республики, Словакии и Румынии были установлены барьеры для отделения цыганского населения. Эти дискриминационные стены предвосхитили следующий этап стремления отгородиться от мигрантов. Венгрия построила стену на границе с Сербией в 2015 году, а затем еще одну в 2017. Большинство стран Восточной Европы, ранее сделав заявление о том, что они принадлежали к Европейскому Союзу, тем не менее оставили дверь закрытой для беженцев. Данная тенденция характерна не только для Восточной Европы. Голосование за Брексид в немалой степени мотивировано желанием Лондона выстроить своеобразную стену через Ла-Манш, чтобы исключить свободный въезд иммигрантов из Европы. Стена Трампа, ставшая причиной затяжного кризиса американской политической системы, также явилась ответом на разрушение стен в других местах. С 1980-х годов глобализация экономики проходила под флагом ликвидации всевозможных барьеров в торговле и промышленности. Трамп и его экономические советники сделали всевозможное, чтобы восстановить некоторые из этих барьеров, например, путем выхода из Транстихоокеанского партнерства и введения тарифов на товары союзников. Но стена вдоль границы с Мексикой в первую очередь направлена на то, чтобы не пускать людей. Экономическая глобализация устранила некоторые барьеры на пути перемещения людей, но в первую очередь тех, которые обладают востребованными навыками. Трамп небольшой поклонник открытости не в одном из ее проявлений. Ему как бизнесмену скорее подуши идея эксклюзивности, что проявляется в демонстрации собственного богатства при одновременном стремлении скрыть налоговые декларации. Поэтому неудивительно, что американский президент предлагает видимость безопасности. Стена во многом символ. Она ничего не значит, пока США отказываются устранять истинные угрозы безопасности как внутри страны, так и за рубежом. Граждане США испытывают все большую тревогу, наблюдая, как Соединенные Штаты не могут достичь своих целей в зарубежных конфликтах. Трамп и его сторонники хотят, чтобы стена препятствовала потере американцами собственной исключительности. Другими словами, американский политический стеблишмент еще не приспособился к многополярному миру и отказывается принять свое более скромное место в нем. Америке нужно переосмыслить свои отношения с миром, а не пытаться отгородиться от него, если навязывать свои правила больше не получается. Продолжение следует...